Масштабное строительство дорог и возобновление авиасообщения с Республикой Коми. Департамент строительства ЖКХ, энергетики и транспорта Нинецкого округа подвел итоги работы за 2015 год. Среди проблем – стройки на селе и вопросы благоустройства. Но, отметили на совещании, решение этих спорных моментов есть. Валентина Чибичек с подробностями. Детский сад в Усть-Каре, Фоки, Внеси и Нижние Пёши, амбулатория в Красном, многоквартирный дом в Тельвиске. На отчётном совещании Департамента строительства сельским стройкам было уделено особое внимание. Ведь строить на селе по-прежнему непросто. Так, глава Коткинского сельсовета говорил о том, что в село не идут строители-частники. Я пять предпринимателей предлагал строительство, чтобы они зашли на территорию. Но так и не зашли. Площадки простаивают, естественно, переселять людей некуда. Алексей Михеев считает, государственно-частное партнёрство в строительстве возможно только при наличии чёткой программы развития поселения. Частник придёт туда только тогда, когда будет понятно, что на территории муниципалитета в ближайшие годы есть в планах приобрести столько-то квартир. Да. Вот тогда, да, тогда можно аукцион, тогда они ещё и поборются за этот кусок земли. Но он будет понимать, что у него, да, там через три года он может продать эти квартиры. Главу Шойнского сельсовета интересовал вопрос разработки проектно-сметной документации. Как правило, составители проекта не учитывают особенности поселения, а ведь от этого сдача объекта может затянуться. Так, в Шойне подрядчик долгое время не мог сдать стройку из-за озеленения. Всем известно, Шойна – край песков, где растительности практически нет. Однако проект здания предполагал газоны. Также Владимир Коткин озвучил проблему сноса ветхого жилья. Мы получаем картину, то есть те участки, где имеется инфраструктура или что, они остаются брошенными. И те жильё, которое расселено, что с ним делать, не имея финансовых возможностей, муниципалитет не может их снести своими силами. Сотрудники департамента призвали глав активнее участвовать в разработке плана развития поселений. Тогда будет возможность учесть все тонкости строительства и географические особенности посёлка. От участи главы зависит и состояние объектов культурного наследия. Так, глава Пёшского сельсовета выступила с вопросом о реставрации старинного здания в селе. Я думаю, что правильнее будет вам всё-таки обратиться в соответственный департамент. Но от себя добавлю. Собирайте вот эту информацию в электронную, то есть делайте кроки, делайте фотографии этих объектов. Ну, постарайтесь по максимуму их сохранить. Вопросов поступило немало. Каждый будет передан полномочным органам для дальнейшей проработки. Валентина Чибичек, Роман Делимарский, телеканал «Север».